Ну что ж, мы сейчас стоим на отвороте в город Караганды. Доброго дела, автобусы нас подвез именно дотсюда. Сейчас я могу сказать со стопроцентной вероятностью и уверенностью, что в Казахстане очень добрый народ. Мало того, что нас подвезли, с нами дружно побеседовали, дали покушать с собой в дорогу. Не в обиду, конечно, будет российским водителям автобусов. Но вы нам покушать точно не давали. Сколько раз мы к ним не обращались, они ни разу нас не подвозили. Вот с такого неожиданного наблюдения началось путешествие двух читинцев в Астане. Когда они добрались на машине до центра и отведали в ближайшем торговом центре, подаренном в автобусе баранину, нужно было решать главную проблему всех путешественников. Где переночевать? Ну что, на часах полпятого утра мы до сих пор не нашли ночлег, поэтому ложимся спать сегодня на остановке. Выспаться толком не удалось. Удачу решили попытать в местной церкви. А когда и там не нашлось места, наткнулись таки на бесплатный хостел. Своих-своих не бросают в беде. Даже здесь, в Астане. Выспавшиеся и счастливые автостопщики наконец-то вышли на улицы города, чтобы пообщаться с местными жителями и посмотреть достопримечательности города. А как здесь жить? Здесь жить хорошо или тяжело? Конечно, очень хорошо. Да? Да. Хорошо, спасибо. Я на свою родину никогда не жалуюсь. Спасибо. Главный девиз чатинских автостопщиков – мир не без добрых людей. В этом они убедились, придя в местную парикмахерскую. И здесь их впервые за долгое путешествие бесплатно подстригли и даже отнеслись как вип-клиентам. Я не знаю, друзья, что за аура нас окружает здесь, в Астане, но реально к нам относятся очень гостеприимно. Помимо того, что Валеру подстригли бесплатно, посмотрите, нам принесли чай. Отпускать удачу было нельзя. Перекусить ребята тоже решили, как говорится, на халяву. Девиз вновь их не подвел. Ну, дайте, я не знаю, что-нибудь там, что не нужно, позавчерашнее, не знаю, что-нибудь. Очистки от картошки. Это мы шутим. Хотите, а? Да, конечно. Не спрашивайте, что-нибудь. Я до сих пор не могу поверить, что нам все это дали просто так. Впереди много всего нового, и увидимся с вами в пятом выпуске. Хороший город. Все, дальше едем в Астаналь. Пока. Валерия Квашнина, Запт-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова